Доброе утро 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 Что удивительно были и сюжеты по телевидению и статьи в газетах Но нашлась она по бегущей строке По бегущей строке Она сидела смотрела вечером телевизор О, про меня Ищут меня Пора домой Она телефон хозяйки не могла вспомнить А вот скажите, вы сказали, что она очень коммуникабельная А как вскрылось то, что она может помогать И вот как раз заниматься кантистерапией Мы стали брать ее на наши мероприятия на фондовские И увидели, что она общается с людьми, что ей нравится это общаться И говорю, то есть она не просто общается с людьми, она сама организует это общение То есть общение, мир начинает крутиться вокруг нее Она становится центром притяжения Здорово Вот мы буквально за несколько минут до вашего прихода обсуждали собачек, которые помогают в разных областях людям И начиная от того, что просто с ними можно дурачиться Они работают с детками, они помогают в домах престарелых Они помогают людям и являясь собаками-поводырями Мальта какую роль выполняет? Вот она просто друг или она все-таки как-то, я не знаю, помогает детям понимать этот мир Видеть этот мир, открываться ему Ну, Мальта это часть реабилитации детей Детей особенных, детей аутистов Мы планировали ее еще использовать и для деток-ДЦПшников Но пока просто у хозяйки нет времени Мальта бы за То есть в комплексной программе развития этих детей, обучения этих детей Мальта Это вот такой небольшой кирпичик, который им помогает Она помогает им эмоционально воспринимать этот мир Контактировать с этим миром, общаться с этим миром Ну, Алла, скажите, пожалуйста, сколько у вас еще собак? И вообще, чем вы занимаетесь? Я являюсь одним из учредителей фонда помощи бездомным животным И сколько у нас собак? Собак у нас разное количество, ну, где-то от 30 до 50 в разное время Это да То есть количество собак меняется, у нас есть свой питомник Ну, в большей степени мы занимаемся стерилизацией Стерилизация, то есть Стерилизация это лишение способности животного к размножению Чтобы чуть-чуть сократить хотя бы количество животных на улицах нашего города Скажите, пожалуйста, ну вот все-таки добрые дела, они как всегда бывают такими на добрых началах Да, если говорить так И что греха таить? Финансирование наверняка нет ни с каких сторон Как, что помогает? Кто поддерживает? Помогают обычные люди Вся работа в фонде ведется на волонтерской основе То есть у нас помимо фонда есть основная работа А в фонде мы работаем на безвозмездной основе А помогают на содержание, на лечение животных обычные люди Такие, как мы с вами Каждый по мере своих возможностей Еще вопрос Вот у нас очень, ну есть такой черный аспект, наверное, нашего правительства Все знают, да, законодательство про животных Да, есть отстрелы животных бездомных и так далее Скажите, как-то вы с этим боретесь? Как-то сталкивались вы с этим конфликтом? Пытаетесь его регулировать? Или вас это обходит стороной? Нет, конечно, мы сталкивались Очень много людей обращаются Там бабушки прикормят собачку, кошечку Ее уничтожили Вообще, что касаемо законодательства В законодательстве это ничего не прописано В Кагастане есть статья в уголовном кодексе За жестокое обращение с животными Там не такое большое наказание По-моему, либо штраф, либо общественные работы 364, точно не помню Давайте сейчас посмотрим Видео у нас есть небольшая нарезка И сразу же хочется сказать Друзья, посмотрев это видео Пожалуйста, если вы готовы оказать какую-либо помощь Мы будем признательны И сейчас коротко о фонде права на жизнь Смотрим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Доброе утро, Кыргызстан! Невозможно, невозможно, на самом деле, скрывать эмоции, добро, умиление. И вот желание просто сделать что-то нереально доброе и хорошее появляется у меня после просмотра всего. Но какие они разные, какие они не похожи друг на друга. Друзья, такие же, как и мы, не похожи друг на друга и не похоже, что вы звоните нам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 97, это телефон прямого эфира в студии. Звоните, задавайте вопросы и касательно нашей сегодняшней темы просто делитесь впечатлениями, эмоциями, комментариями, ну и, конечно же, радуйте нас своим хорошим настроением. А в гостях у нас сегодня Алла Копцова, добрейший души человек, представитель фонда помощи животным и ее замечательная собака Мальта, которая здесь у нас в студии очень удобно расположилась. Я хотела спросить, вот существует еще филинотерапия, это лечение кошками, когда они вот запрыгают на колени, мурлычут, помогают расслабиться в игре с ними. У вас в питомнике кошки есть? Кошек у нас практически нет, у нас нет условий для их содержания, у нас нет помещений, то есть кошки требуют немножко других условий. Сомака более неприятная? Да, это, во-первых, это теплые помещения, потом клетка должна быть огорожена со всех сторон, потому что кошка может вылезти. А что касаемо филинотерапии, то кошка лечит только своего хозяина, только по симпатии, только по очень глубокой симпатии. То есть если тебе повезло, если ты ей понравился, она тебе лечит? Да, это еще надо заслужить, это не каждый раз, собака в этом плане более открыта, поэтому... Ну вот насколько я видела на вашей странице на Фейсбуке, есть часть животных, которые в питомниках содержатся, но есть и волонтеры, которые находят где-то бездомных животных, и они живут у них до продавремени. И там вот кошки в том числе есть, там котят отдают в добрые руки и так далее. Ну вот, что касаемо работы именно нашего фонда, то есть это, ну, меньшая часть. Сейчас на руках находится, ну там буквально 2-3 животных. Есть у нас телефонный звоночек, телезрители, наконец-то, когда включаются в нашу работу. Доброе утро, мы рады слышать вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Болот. Болот. Здравствуйте. Я бы хотел поинтересоваться, а у Мальты есть щеночки? Ага, а мы сейчас узнаем. Познаем. Нет, к сожалению, Мальта не будет участвовать в разведении, потому что рожать в Мальте – это на 4 месяца выпасть из работы. Мы себе такого позволить не можем. А в декрет придется уйти до Мальти? Да, в декрет мы не будем. Скажите, а вот, может быть, есть щенки, которые у вас в фонде там, которых можно забрать? У нас всегда есть животные на пристройство, и животные разные. Ну, в основном, основная масса животных – это, конечно, дворняжки. Ну, вот, как вы видели по сюжету, сидит азиат. Дворняжка – это самая живущая, самая умная собака, насколько я знаю. Живучие, они все одинаково живучие. Есть больные, есть здоровые. Просто мы этого не видим. А так, есть постоянно животные на пристройство. Можно подобрать под свои потребности кому-то сторожа, кому-то компаньона, на любовь. То есть, так же, как у людей, у них у всех свой характер, у всех свой род деятельности, как говорится. Обязательно. Болот, как раз вот тот самый болот, который нам только что звонил. Приходите в фонд помощи животным, и вы сможете подобрать себе собаку, будь то не щенки Мальты, но не менее умные и талантливые. Которые смогут стать вашими друзьями. Приятное осознание того, что вы придете один в фонд помощи животных, а уйдете уже с другом, и, дай бог, вы пойдете с ним по жизни очень долгое-долгое время. Поэтому плюс спасете чью-то жизнь и сделаете ее лучше. Хорошо. Я бы хотел вот такой вопрос задать. Во многих странах Европы, Штатах и так далее очень активно помогают людям, невидящим, незрячим людям, собаки-поводыри. Есть ли у нас какие-то, может быть, школы по обучению собак в данном виду, помощи людям? Может быть, кинологи. Или, может быть, кинологи, которые занимаются. И есть ли у вас практика в фонде, вот именно помогать людям с какими-то вот незрячим. Есть ли у вас собаки-поводыри и обучаете ли вы это? А, к сожалению, нет. Такие мысли, конечно, были. То есть из каких-то животных готовить именно поводырей. Но это достаточно сложная подготовка, и у нас в стране нет инструкторов, которые способны подготовить животного именно к такой деятельности. То есть это надо собирать средства, вывозить человека вместе с собакой за границу, стажироваться и так далее. Ну, это даже, в общем-то, при большом желании деньги можно найти под это дело. Но вопрос упирается именно во время. Со временем проблематично. Вот хотелось бы, чтобы на горизонте тоже зажглась звезда доброты чья-то и какой-нибудь дяденька-миллионер, если вы нас слышите. Я вот сам, если честно, переживаю за это, потому что одна из моих таких огромных мечт, если можно ее так обозначить, будет открыть большой-большой приют для животных, но вот как только я стану большим, богатым, у меня будет много денег. Но сколько до этого пройдет времени, я не знаю. Поэтому, если, уважаемый английский олигарх, если вы нас смотрите, задолговолите ли вы выделить небольшую сумму в виде 500 тысяч, хватит, 500 тысяч долларов? На первое время. На первое время, для того, чтобы мы построили приют для животных и начали воспитывать уже животных, которые будут помогать людям с ограниченными возможностями. И приют можно, в принципе, назвать, либо какое-то деление, либо есть приют имени вас, и вам будет приятно, что... Да, и тогда вы будете яркой-яркой звездой, которая зажгется на небосклоне Кыргызстана. Всем привет, дорогие телезрители! Вот я смотрю, что у нас в кадр попадает как раз голова, похватая голова нашей гости. У нас сегодня трое в эфире, друзья. Да, вот сейчас прям трое. А у нас еще в гостях Алла Копцова, которая является хозяйкой Мальты, которая основала... Ну, поучаствовала в создании фонда помощи животным, который помогает бездомным животным и делает этот мир хотя бы чуть-чуть, но лучше. Так я бы не сказал, не хотя бы, прям, ничего себе как лучшее. Ведь братья наши меньшие, они ведь радуют. Радуют глаз, помогают нам жить, помогают вот прям, эгей, заряжаться позитивом. Пойдем, я сижу, от нее энергетика, вот говорят, от людей бывает энергетика. Мы сейчас канистерапию и проходим, смотрим на собаку и радуемся. Я прям смотрю на собаку и все, и работать уже не хочу, я понимаю, что мне и так с ней хорошо. Алла, вот скажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к своей деятельности, как так получилось? Мы много, ну как, в разговорах таких неофициальных, а неформальных разговорах в фонде думали, как мы каждый к этому пришел. Наверное, с этим рождаются. Просто постепенно это все выкристаллизовывается. А как был создан фонд, то есть люди, которые и так этим занимались, каждый сам по себе, да, объединились. И объединившись, то есть уже смогли сделать это в большем масштабе. Звоночек есть у нас в студии, телезрителям продолжают появляться вопросы у них. Алло, доброе утро, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро всем, всем. Меня зовут Анжелика. Очень приятно. Прежде всего, вот низкий поклон вашему каналу за то, что вы периодически уделяете вот время, внимание просто вот нашему любимому фонду. Спасибо. Я со своими собаками, ну, один из помощников нашему любимому фонду, Аллочка, огромный. Тебе привет, моя дорогая. Очень рада тебя видеть в таком виде. Я просто забыла, когда я тебя видела такой красивой, женственной. Потому что, к сожалению, ну, в работе, в китанической работе фонда, к сожалению, вот наши девочки фондовские, они выглядят, ну, как правило, в очень таком неприглядном виде. То есть шапки, штаны, теплые такие ватные куртки, чтобы вот этих вот несчастных животных как-то вот вытаскивать откуда-то всяких труб, каналов, простите, всего-всего неприглядного. Поэтому очень-очень рада и фонду процветания огромного. Еще раз низкий поклон вашему каналу за то, что уделяете нам такое вот внимание. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу работу, что такие люди у нас есть, и они изменяют этот мир к лучшему. Это, наверное, мало, да, что мы можем сделать, ведь, правда, братья наши меньше делают для нас больше, чем мы для них, на самом деле. Вот, ну, столько сказали, засмущали прямо. Так что это вам низкий поклон, и это здорово, что такие люди есть. И вот как раз хотелось бы вас попросить, чтобы, может быть, вы такая сегодня нарядная, как уже отметили, скажите нашим зрителям, может быть, призовете их, тех, кто хотел, но не знал, как помочь животным. Не знал, куда, да, не знал, как. Те, кто любит собачек, кошечек, те, кто хочет сделать этот мир лучше так же, как и вы, что нужно делать? Ну, прежде всего, хотелось бы наших бешкекчан и вообще наших граждан призвать к тому, чтобы они просто ответственно относились к своим животным. Чтобы их собственные животные, их хозяйские животные не мотались по мусоркам в поисках корма, потому что, ну, пусть подумают о том, что это доставляет дискомфорт от окружающих. Животные растаскивают мусорки, животные могут укусить. Чтобы они не выпускали их хотя бы за пределы двора, проводили минимальную санитарную обработку от паразитов и прививки от бешенства и стерилизовали. То есть не позволяли животным плодиться. То есть люди должны понимать, что если им не нравятся животные на улицах города, они должны навести сначала порядок хотя бы в собственном дворе. Потому что это очень важно. У нас проблема безнадзорных животных более масштабная, чем проблема животных истинных бездомных. Это первое. А второе. Сейчас мы вот со средствами массовой информации начали марафон по сбору средств на стерилизацию. Стерилизация – это путь к гуманному решению проблем бездомных животных, а вообще перенаселения животных. Марафон начала вечерка. В пятницу вышла статья. Я надеюсь, что другие средства массовой информации тоже поддержат этот марафон. Да, то есть посильно. Если можешь сом, можешь больше, внеси. Эти все средства пойдут на стерилизацию. Отчет также будет в вечерке. Я так понимаю, найти все, скажем так, точки, куда можно внести какие-то пожертвования, они есть везде, по-моему, в магазинах народных, в магазинах города я видел, нет? Нет, в народных нету. Есть в терминалах Beeline, есть кнопочка. Я думаю, в принципе, всю эту информацию мы можем, чтобы люди уже не искали в сети. Можете узнать по телефону, либо в сети. Мы разместим это вместе с фотографиями. И хотелось бы напомнить, спасибо вам уже за то, что пришли к нам в гости. Спасибо Мальте за то, что заразила нас. Спасибо за приглашение. Таким настроением. Ну и, дорогие телезрители, помните, что мы в ответе за тех, кого мы приручаем. И в любом случае, учитывая, что мы все-таки... Оставайтесь человеком, будьте людьми. Надо беспокоиться о братьях своих меньших, ведь это наши друзья. Я бы хотел, наверное, призвать и поддержать твое наставление к ответственности друзьям. И вот если вы все-таки решили завести животное, если вы решили завести собаку, подумайте много-много-много раз, во-первых, готовы ли вы к этому. Потому что это действительно ответственный шаг. С собакой нужно гулять, за ней нужно ухаживать, ее нужно кормить, и к ней нужно относиться с душой, ведь это не просто предмет. И подумайте несколько раз, купить ли собаку, где, за огромные деньги, или все-таки сделать чью-то жизнь лучше и забрать собаку из приюта.